Колбаса кровяная. Оно не чем мука желудёвая и лопухи пучками. А торговаться будешь до скончания жизни. Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про Лишачиху. Ты его дал. Так и есть я. Вы бы этим не занялись. Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то Лишачиха? У меня нет времени этим заниматься. Приветствую. Вы по какому? Насчёт... Поговорим аналит. Хм. Ну? Лишачиха, наше понятное дело... Лишачиха, наше понятное дело, супротивник Серьё. Ладно. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту Лишач... Старый Вильям должно быть видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но... Поговорите с Агнеттой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой Лишачиха не сдонжит. Куда вы так спешите? Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да! Видела я её. Лишачиху видела. Как тебя сейчас вижу, ведьмак? Как она выглядела? Попробуй её описать. По правде сказать, не то чтобы я её разглядела. Смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. К вам чего тут? Разве ж это важно, откуда ж ротва? Лишь бы миска была. В штегерах, как какая-нибудь бабка на медужах, её сразу влев за хворост. Сперва вас. Вы ведьма! Нам должно быть... Здесь шла женщина, босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Убежать она не смогла. Он ударил её ножом и перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нём засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Убийца отнёс тело в лес и закопал. Могила не глубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полумышница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Разве ж это важно? Бывал, чё в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копчёная, солонина, колбаска. Приветствую. Вы по какому поводу? Я знал Зулю и Букая. Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги. Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашёл могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиан так, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть... Значится, это призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка. Такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят. На запад от деревни, за поля. Зуля. Добрые боги. Проклятие это я не сниму. Придётся изгонять призрака. А для этого надо привязать его к месту. Продолжение следует... Днём полночнице не явится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Вперед, плотва! Если бы не хозяйки... Привет, сын. Вы по какому поводу? Я избавился от Лешачихи. Фух. Она больше не вернется? Нет. Я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Ой, нелегко.